Сегодня председатель правления Банка Литвы Витас Василяусклас представил обзор финансовой стабильности этого года. В нем отмечается, что система финансов страны является стабильной, устойчивой к потрясениям и способной к работе даже в очень неблагоприятных обстоятельствах. Также указано, что в настоящий момент самые большие риски финансовой системы страны связаны с внешними факторами, а воздействие банкрота Банка Снорос – катковременно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Содра проинформировала, что более 76 тысяч пенсионеров, работавших с 1995 по 2002 год, получили доплату к пенсии. Для выплаты компенсации уже переведено 205 миллионов литров. Сегодня упомянутые средства были переведены на личные счета пенсионеров. Их можно получить и на почте, или в других аналогичных учреждениях. Также пенсии получат наследники. Большинство пенсионеров, работавших с 1995 по 2002 год и не получившие все пенсии, уже забрали компенсацию. Однако в 2008 году выплата была остановлена, но уже в июне вновь будет возобновлена. У 54% жителей нашей страны есть свободные деньги, которые они могут положить в банк. Такая информация была получена в результате проведенного в мае организации ОМД исследования и мнения жителей о вкладах. 27% респондентов в качестве вклада могли бы предоставить до 500 литов. 9% от 500 до 1000 литов. Вклад размером в 10 тысяч литов и больше могли бы внести 3% людей. 17% жителей в настоящий момент уже внесли вклады в банк. Однако большинство из них преимущество отдает коротким вкладам. Лишь 16% всех вкладчиков вносит вклад дольше, чем на год. Сегодня вечером в Кавненском спортзале женская сборная Литвы по баскетболу начинает выступать в играх отборочного тура на чемпионаты Европы 2013 года. В матче группы «С» литовские спортсменки встретятся с командой из Голландии. Только накануне соревнований выяснились 12 спортсменок, которые примут участие в играх. В отборочном турнире в соревнованиях группы «С» наша сборная также встретится с командами из Словакии, Словении и Бельгии. В гран-при «Фиде», проходящий в Казани, третьем круге во вторник литовская шахматистка Виктория Чмелите обыграла 40-летнюю россиянку Алису Галямову и одержала первую победу. Литовская шахматистка, у которой уже есть полтора очка из трех возможных, может занять с третьего по шестое место. Лидирует набравшие по два очка представительница Словении Анна Музичук и армянка Элина Даниилян. В четвертом круге вслед Виктория Чмелите встречается с 18-летней представительницей Китая Хоу и Фань. Этой ночью вероятность дождя небольшая, будет около 12 градусов тепла, завтра утром будет тепло, около 22 градусов. Однако ожидается небольшой дождь.